всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим вновь о домашних животных мне уже есть одно видео на канале можете его найти в поисковике по каналу внесите домашние животные у вас ролик выйдет если не найдете пишите в комментариях я обязательно дам прямую ссылку где-то здесь в подсказке может добавлю если кто сообщит мне в какое время сам ты свои ролики не пересматриваю но мне поступило несколько вопросов и в одном видео обычно все невозможно объять или не вспоминаешь каких-то моментах и вот я решил еще одно дописать но во-первых давайте с вами прежде прочтем те два комментария которые я получил 1 василий алибабаевич пишет дима еще хотел спросить тебя как ты относишься к усыплению безнадежно больных и страдающих домашних животных кошечек ну и дальше комментарий прорывается как я уже не раз говорил возможно если вы пишете со смартфоном что нельзя почему на ю тубе часто такие рваные комментарии ну и второй мне в личку уже в одноклассниках написала подруга следующий следующий вопрос дмитрий здравствуйте хотела бы задать вам вопрос лично я как веган против абортирования бездомных животных абортирование потому что считаю что такие деяния противоречат принципам веганства и тем более религиозным принципам что вы думаете по этому поводу я ей сбрасываю вот это как раз видео значок вы видите на экране по нему тоже будет может быть проще ориентироваться домашние животные я пишу смотрел это видео она нет посмотрю обязательно спасибо посмотри вернемся к твоему вопросу и отвечаю посмотрела пишет мне вот я терпеть не могу когда даже имени нету в аватарке я не знаю этого человека она веган да но я вот поражаюсь на людей не знаю когда это все прекратится да ладно и сегодня не об этом посмотрел благодарю очень интересно и мудро но стерилизация это одно аборта совсем другое и я против них считаю что они не по вегану истинные веганы ценят и уважают чужую жизнь ибо даже согласно писанию душой обладает все живые существа с момента зачатия я не зря скинул ссылку на это видео и вам в общем то рекомендую его тоже посмотреть я знал что там нет ничего не об абортах не а вот том вопросе который мне написал василий бобович и об усыплении но чтобы просто понять мои мысли я специально дал ссылку но несмотря даже на то что я вас отсылаю к тому ролику я еще раз позволю себе кратко донести свою мысль а это мысли истины жизни о том как нужно относиться к домашним животным кто это вообще такие и как ним относиться и нужны ли они нам в будущем первое никаких домашних животных не зря кстати автор второго вопроса веган веганка обращается к писанию в принципе причем к сотворению мира где описано что в каждой живой душе в каждом животном есть живая душе душа я тоже обращаюсь к этим местам никаких домашних животных бог не творил бог сотворил всю вселенную в которой все живое и так называемое неживое да хотя растительный природный мир тоже весь живой даже камни да но одно дело жизнь и движение другой дел душа чувствующее это огромная разница и вот все что обладает живой душой оно не было раздельно человек хоть так скажем и высшее творение прямо создано по образу и подобие своего творца она не выше животных господь наш бог но он с нами наравне он горит я ваш был я ваш брат и сестра и матери отец но я такой же как вы да вы помните как это говорил иисус то же самый человек ибо тот кто господин кто господь кто выше казалось бы тот наоборот должен заботиться и печься да а более слабым более неразумным так скажем да вот но животное опять же не слабый неразумный многие животные сильнее человека многие порой ему умнее некоторых людей вот у них точно такой же социум семьи дети и так далее да но никаких домашних животных не было в раю был создана богом все творение и она все должно было что любить друг друга вот и все что сделал человек человек во первых первый раз адам с евой убили животное и сажали его труп за что обрели смерть и были одеты в кожу убитого этого животного чтобы на себе на своей шкурке испытать потом то же самое что они сделали с этим животным поэтому их потом били и убивали всех и до сих пор это творит со всеми людьми все кто хочет снять эти кожаные одежды должен стать веганом а от речь от от речь отрекнувшись от этого первородного греха и покаявшись с ним поэтому веганство это обязательное и самое первое условие христианство и святой жизни человека и второе начать что любить весь бога всячески во всем проявляемый во всей его полноте в природе в животных ну и в людях естественно и в ангелах и в бесах да неважно пусть они даже наши враги святой человек он любит все как бог любит все свое творение смотря на то что он даже уклоняется в сторону зла но это не поощрение зла любовь как раз говорение правды и попытка зло победить но добром да то есть зло превратить в добро но чем посредством добра это очень важно и говорение правды и истины людям это есть часть такого действия какие-то физически проявляемые вставая спиной или грудью между жертвой и насильником неважно в человеческой в мире в мире человека и животного когда люди убивают животных ты должен их защищать природу то же самое не зря люди цепочкой встают вокруг гор камней и рек защищая их до бесноватых людей которые все готовы смести ради похоти своего ненасытного чрева или мозгов им уже денег столько не надо но мозги просто уже все на бекрень главное чтобы нулей на счете было побольше готовы все просто изничтожить ради этих безумных цели поэтому никаких конечно же домашних животных не было и не и не должно быть почему потому что не было никаких и диких животных все творение божье все живые души животных любили написано человека и пришли ластились к нему и он давал им имена так описано сотворение рая богом на земле в этот рай мы должны вернуться что такое домашнее животное даю понятно и краткое описание это уродливый инвалид сотворенный человеком я дам еще один образ простой и понятный мне когда тычу что ну вот и сам таком ты беспокоишься кого-то завел где твоя там забота животных почему тебя нет животных слушайте это вы знаете каким образом я взял человечка человека отрубил ему руки ноги ноги уши язык выколол глаза завязал его запеленал в тряпочку оставил ему лишь рот для кормежки и делаю вид что я не узабочусь я его ношу где хочу да он сам не умеет ничего не ходить не рукчик нету ни языка ничего да я все за него делаю кто такие домашние животные это существа которых люди сделали инвалидами уродами которые не способны жить в богом сотворенное мироздание а это мироздание любовь свобода и бессмертие свобода животные обожают свободу потому что они живые души души а душа ее сущность это бессмертие свобода и любовь посмотрите на всех животных они не хотят быть в клетках они не хотят быть в ошейниках им это не надо им не нужны господа которые говорят им туда иди сюда не иди чтобы их дергали что можно делать нельзя они просто живут они везде какают потому что они сами валяются в этих какашках простите они лежат себе попы которые в какашках и ничего так бог устроил их природу она не считает что это плохо она сделала где-то покаков но человек будет дрессировать и чтобы она бедная пыталась ходила в унитаз да это же глупость еще раз подчеркиваю мысль все домашние животные это изуродованные природные и просто не за меня слова не поворачиваются животных называть дикими которые живут в естественной природе это изуродование животных богом созданных спокойны без помощи человека живущих в естественной природе у всех домашних животных есть аналог в это естественно не буду называть никогда дикой дикой природе как они говорят в естественно это природе а почему он там есть да потому что они оттуда и вырваны свинюшка которая теперь даже мехом не обрастает и бедная мерзнет ей нужен чуть ли там не теплый барах только потому что из кабана ее изуродовали сделали то что сделали кабан гоняет всех этих охотничьих собак на раз-два-три к нему подойти никто не может у него броня вот такая свинюшку зарезать ничего не стоит ты попробуй кабана из дробевика говорят невозможно пробить в лоб особенно если стреляют но вот такая вот там бронезащита он весь мускулистый сильный от него эти собаки как горит охотничьи только на раз-два-три бегают с целыми стаями он их гоняет он разорвет кого хочешь но вот такие вот клыкяры хотя сам он травоядный но он будет защищать себя этот кабан если на него будут нападать негодные существа виде бесноватых людей с дрессированными уже такими же получается бесноватыми собаками это очень важно все эти собаки это волки которые или там лисица лисица это рода собачьих они спокойно живут без человека и зимой выживают в лесах эти кролики домашние это зайчики которые спокойно зимуют спокойно живут без человека все кошки спокойно диких кошек до сих пор никаких там львов леопардов а именно кошки обычные кошки лесные кошки в диким их называют опять по тупости своей лесных кошек полно в разных до сих пор регионах все эти курочки которые живут спокойно мне лично говорили там с островов люди писали где живут в разных теплых краях что мы живут дикие как их называют дикими курицами естественных условиях и несут они по одному двоится в год они несут тоннами это люди их изуродовали чтобы их эксплуатировать это очень важно и как всегда я буду не я это как во всей политике ты все критикуешь а что делать то я говорю что делать все познавшие истину люди веганы веганы христиане в частности особенно до все кто хоть что-то у него в мозге встал в этом правильно на правильные рельсы должны понять что мы все должны это постараться вернуть вспять и сделать это естественно должны начав себя ну и проповедую это дав себе пример окружающим что мы должны сделать и в том ролике сказал 1 стерилизация многие животные ваши домашние ни в коем случае конечно же мы этих домашних животных уже не выбрасываем на произвол судьбы в естественную природу они там просто действительно не выйдет не выживут то что мы сами их изуродовали первое вернее даже первое неправильно что первое это никогда я даю пример в себе как бы мне не хотелось я веган я люблю все божие творения но у меня нету домашних животных хотя я их обожаю естественно я их защищаю уж не свидетельствовали того что я их люблю и у меня их нету потому что я их не порабощаю если бог позволит они будут из естественной среды ко мне приходить и дарить мне радость общения с ними я живу в частном доме снова в хорошем месте здесь есть природа здесь кого только нет и птицы и кабаны и все на свете животные кошки и бродячие которые уже как как волки такие живут брошенные хозяевами будут ко мне приходить кто видел уже даже здесь был случай я котенка не бросил я его по вегану вырастил дал силы и она пошла дальше жить своей жизнью она ушла к соседке от соседки дальше пошла она любит свободу я ее не держал у меня всегда в окошечко они сами ходят туда-сюда я никого не держу я ее питал она питалась все она решила жить дальше свободной жизнью повзрослев пожалуйста вольному воле даст бог ко мне будут приходить животные и жить если хотят у меня в естественных условиях я не буду делать из них уродов и коллег они не размножаются так как размножаются домашние животные они сами заботятся и в том числе о своем потомстве и учит его и кормит его и учит кормиться в естественных средах обитания и выживать в естественной природе они все сами делают мы можем просто разделять радость бытия но если что-то случилось мы можем разделить это горе помочь друг друга немножко подкормить немножко полечить погладить или еще что-то что-то там помазать перемотать животное может пораниться как и человек в этом нет ничего такого да если мы друг другу помогаем проявляя любовь и в сложных ситуациях и наоборот разделяем радость им хочется ласки точно так же как и нам в этом проявляется любовь но первое что мы должны сделать никого ни у кого никогда не брать не брать не покупать полностью отказаться нету спроса не будет и предложения никаких породистых никаких ничего это вообще не брать не домашних кроликов никаких полностью отказаться от этого если вы если вы настоящий веган настоящий христианин познавший истину любящий человек как бы ты себя называл все божие творения первое это не делать зла не брать это не спонсировать это это то же самое что веганство в плане там убийства животных ради поедания их них трупов это то же самое что не хождение в цирке в цирке ради того чтобы этих животных не эксплуатировали то же самое что не ездить на охоту до чтобы их там никто не убивал это то же самое что не ходить на кориды это то же самое что не пользоваться там продуктами животного происхождения или продуктов которые их тестировали на животных все это из одной серии то же самое с домашними животными никого больше своей жизни после того как вы услышали в частности мою проповедь мое слово истины никогда никого не брать в домашних условиях ни в коем случае не брать ни в какие квартиры и даже в частных домах никого никогда не брать вы можете приютить из своего дома сделать какой-то приют брошенных выкинутых кто-то говорит вам что если никто не возьмет их завтра выкину до при таких условиях вы можете взять себе на попечение это животное никогда тем более никого не покупать потому что все это делается ради бабла все у нас в жизни продано никого никогда когда их перестанут покупать даже самых породистых тому кому они нафиг не нужны они нужны были ради денег он даже их не собирается дохаживать он их максим раздаст бесплатно а когда он их раздаст бесплатно скажешь нафига мне их тогда разводить он сам свою своего стерилизует и на этом свой бизнес закроет никогда никого не покупать никогда никого не брать просто так в добрые руки то что они так и будут это делать это надо узнать я имею ввиду вы поняли я уже пытаюсь все по ситуации надо узнавать просто так она даже не следит на тогда сказать если это соседки надо я объяснить лучше я заберу этих котят будь любезна стерилизую свое домашнее животное об этом надо говорить и дальше идем 2 до 1 даже неправильно поставил стерилизация но я там говорю в этом ролике все ну как и видите кратко мне к не получается ну что ж получится большой ролик зато как всегда в полноте раскрывший эту тему второе это стерилизация кто меня слушал вас уже есть домашнее животное скорее всего нижний раз были матерями и отцами да по поводу животных и живых душ я знаю что они живые душ я знаю что они много испытывают все что человек но я думаю кобель переживет из того что он там по раз позанимался человек может жить без этого да и кобель выживет мужская осыпь и женская может уже раз-два раз родилась и хватит ей это все сделано ради блага это точно такая же операция когда мы что-то человеку даже ампутируем ради того чтобы у него все до головы ампутируют там стопу чтобы он до головы не сгнил и не помер это маленькие жертвы которые мы должны принести никуда вариантов больше нет тех животных так называемых домашних которых мы расплодили мы должны грубо говоря уничтожить но уничтожить вот именно не злостно не насильственно а аккуратно с любовью по-другому не стерилизовать нет другого варианта зло плодить зло вы так и будьте у до бесконечности плодить это это путь в никуда точнее в ад это в кошмар варианта другого нет это как иисус говорил скопцы ради царства небесного ну да да животное добровольно не может это выразить они заложники наши это наша вина по-другому и исправить не можем точно так же как мы насильственно игру представьте себе что как вот вы насильственно моим отрезали все эти ручки ножки сделали их инвалидами еще делаем вид какие мы хорошенькие заботимся о них с любовью да мы их сделали и уродами мы мы люди сделали этих домашних животных для меня слова домашние даже противно мы сделали уродами и сейчас тот кто верит почему я проповедую так потому что кто верит в бессмертие души даже животного я в это верю и знаю это я говорю они точно также этот переживут если бы они понимали а может быть и понимаю тора чего это делается это все что ты другим поколением пришиваешь эти ручки ножки потому что избавляясь от этого уродливого поколения и это всего это как и люди мы несем благо апостол павел так и писал что все творение божье животный мир в частности ждет откровение сынов божьих детей божьих когда же до них дойдет что они творят то все она стенает и мучаются он пишет даны не только по тупости и жестокости человека мы должны отказаться от этого и тогда весь животный мир из естественной природы вернется к нам как времена во времена рая пришел ластиться к человеку когда мы последнее домашнее животное так скажем уничтожим в хорошем смысле слова как я вам пытаюсь это объяснить да это уродство вырежем из истории человечества тогда все встанет на свои места это и есть рай это есть будущее небесное царство на животных не должно быть никаких ни ошейников ничего не клеток никого вообще и они не должны быть настолько беспомощны как мне говорят да вот там курицы возвращаются в частный дом там они возвращаются потому что они не способны выжить естественно они уже бегут в эту тепличку потому что они не могут выжить там в естественно среди обитания не могут выжить то что мы их такими сделали это не поэтому никакая не любовь и это неестественно мы сделали этих естественных уродов вот и все это все очень легко понять было бы желание конечно зло и грязное сердце жестокое и Тупой ум этого не понимает. Но очистите сердца ваши, и вы все поймете. Ну и возвращаемся теперь к тем вопросам, которые были мне заданы. То есть в том ролике я стерилизации говорил, еще снова все это поговорил. Не брать, стерилизовать. Да, кто организовывает какие-то приюты для тех, кто начнет их там и вообще выкидывает, это благое дело. Но обязательно в своем приюте это все, о чем я сказал. Я надеюсь, уже все понятно. Ладно, а то я иду по кругу. По поводу этих два вопроса, в принципе, их можно было по тайм-коду поделить. Но я думаю, что и так все будет понятно. Потому что, в принципе, оба вопроса, заметьте, касаются жизни и смерти. Только первый вариант, наоборот, престарелого, Василий Алибович назвал, наоборот, кто в старости немощен или болеет, убийство этого животного. А первый, наоборот, младенца этого животного. То есть жизнь и смерть животного. Вроде как из нужды. Первый вариант рассматриваем. По поводу эвтаназии. Делю вопрос на две мысли. Первое, говорю, как надо. Второе, как относиться к тому, что не надо. Первое, как надо. В теории, в теории, я сам пять лет проболел жуткой болячкой. Она у меня до сих пор, но сейчас такого ада нет. Я пять лет просто прожил в аду. Я испытывал невероятные страдания и боль. Сорок через сорок, я это называю. Сорок часов я лежал в приступе ужасных болей, давлений там всего на свете. Выворачивая не просто наизнанку, я просто сходил с ума. Я десять раз, десяток раз планировал самоубийство. И останавливал у меня только лишь мысли о родителях все равно. Хотя казалось бы, тебе в этот момент все до лампочки. И мысли, вот именно эта теория о том, что все равно надо претерпеть. Хотя непонятно как. В моменты приступа сорокчасовых, это никакие аргументы не работают. Есть кто знает болевой порог. Его называют болевой уровень, болевой порог. Но когда за него заходит, в жизни все перестает иметь значение. Никакие аргументы не работают. Ни мысли, ничего, ни обстоятельства, ни советы, ни поддержка, ничего. Все, что ты хочешь умереть. Болевой порог. Все, за него зашло. Все, там кроме смерти другого выхода нет. Как говорят, если там лекарства или еще что-то. Ну да, ты спустишь ниже, да, вроде жить можно. Вроде все помогает, чем-то себя настраиваешь. Я пять лет прожил в этом аду. За этой гранью болевого порога я был каждый сорок часов, через сорок часов. Так на протяжении пяти лет. Это ад. Я до сих пор говорю, несмотря на мои, как смотрят мои проповеди, какие-то такие твердые, кто-то их называет, злыми и гневными проповедями, я ни одному человеку или животному никогда не желаю зла. Несмотря на все мои обличения, критику, я лишь словами пытаюсь достучаться до людей. Вот и все. И причем никакими там, да, можно и психологически уничтожить человека, но я этим не занимаюсь, да. Простые и понятные слова, что вы тупые и бессердечные, это не злые слова, это слова правды. Вот и все. Убивающий животных, просто злодей, бессердечный, глупый человек. Что касается веганства. Убежающих людей то же самое, да, относящихся к людям, проявляющие свою жизнь. Вот я был в этих болях. Кто меня может осудить за то, что я ушел бы, так скажем, из этой жизни? Никто. Никто. Мне вообще до лампочки ваши, так скажем, осуждения. Я всегда думал, ты сам это терпел когда-нибудь? Да ты бы в первый день застрелился. Это невозможно терпеть. Я почему пытаюсь объяснить на простых каких-то вещах. Испытать это пережить вы не можете. Вы можете только слушать мои слова, ну или если вы что-то подобное переживали, вспомнить. Или сейчас переживаете, тогда вам все будет понятно. Все, есть порог, линия. Ее не зря так называют. За гранью ее все, ад, ничего кроме смерти тебя не интересует. В том плане, ты хочешь закончить жизнь, потому что это не жизнь, это ад. Это нескончаемая, адская, нестерпимая боль. Все. Нет ничего. У тебя полностью помраченный рассудок. Это пустота, это туман. Все, у тебя закатываются глаза. Ты блюешь, тебя трясет, тебя выворачивает. Ты сделать ничего не можешь. Все, что ты хочешь, вылезти из этого тела. Все, вырваться из него, просто разодрав сам себе рот. Как-нибудь вот так, как душа, не знаю, выходит. Все, и ты не можешь находиться в нем. Я не просто так вам все это рассказал, с какой целью. Так автаназия человека или животного, это добро или зло? В теории, в теории, кто понимает жизнь и знает истину, тот понимает, что вся наша жизнь дана для познания истины и реализации себя в ней. То есть, что? Сделать себя святым, стать святым. А святой – это человек, который познал полноту истины и живет в ней. А она есть в том, что ты бессмертен, свободен даже перед лицом таких мучений и страданий избирать благо и любовь. Неважно, от кого-то причиняемых, все страдания тоже от кого-то причиняемы. Я, конечно, понимаю, что это было испытание, подобное испытанию Иова. Когда Бог попускает бесу подать. Бог никого не мучает, потому что он любовь. Он не способен причинять никому страдания. Но он способен попускать злу одного человека к человеку, животного к человеку, человека к животному и так далее. Бог лишь отходит. Там, где свет умаляется, появляется и настигает тьма. Тьмы не существует. Есть отсутствие света. Я знаю, что это испытание. И лишь эта даже мысль меня держала, естественно. Только эта мысль. Что даже если я сейчас выйду, завтра я что? Я как христианин не отрицаю реинкарнации, несмотря на то, что глупые псевдо-христианские религиозные секты это отрицают. Человек в этой жизни и в будущей жизни будет появляться столько, сколько нужно, чтобы познать истину. И только эта мысль останавливала меня, так скажем, понимая, что все равно я буду учиться жизни, все равно я буду проходить испытания. Благословлю ли я? Как говорил дьявол Богу, если он прикоснется ко мне. Я орал, я кричал, я проклинал Бога, я ругался с Ним, я не понимал за что, почему. Я и понимал, вернее, это, но и из жуткой боли я не мог сдерживать слов даже богохульства. Это невозможно. Невозможно. Но при этом я хоть и делал это и тут же говорил, ты знаешь, почему я делаю. Это невозможно терпеть. Это за гранью терпения. Поэтому теория такая, что надо терпеть свои страдания, страдания близких, потому что это путь жизни. Мы не знаем, что это за животное, какая в нем душа. Во многих животных сейчас души человеческие, потому что прошлую свою жизнь они прожили очень плохо. И в эту шкурку попали не просто так, в это бытие. Так по поводу эвтаназии, по поводу этих болей. У меня на руках умирали животные, не одни кошки, я кошатник в том плане, как любят говорить, да? У меня несколько кошек умирало от жутких болей в течение нескольких дней на моих руках. Ну и что, я двое суток весь в соплях и в слезах. Что от этого вот хорошего? Кто помнит, тогда в пузе я рассказывал, тогда я и молчу, снимал-то особо тоже, но я это и не показывал. Коробку выкинули тоже на мусорку, вообще с грудными, просто там 7 или 8 штук котят было. На помойку, чтобы их сожгли, там все время жгли эту мусорку и прямо в день сжигания выкинули, а я на вельке ехал, подобрал. Но я попытался их выходить, они вообще грудные. Помимо молока им нужно, кто, как я потом читал, пытался все это узнать тоже, что вроде как их и должна мать там и вылизывать что-то там, и животик, она им не просто так все это, наверное, крутит там что-то. Они не выжили без матери. И хочешь не хочешь, я их по одному через день закапывал не живьем, а они умирали один за одним. У меня тогда не машина, я жил в этом пузе, в глухой деревне, не знаний особых, да, но я попытался что-то сделать, но они совсем груднички. Так же они там и кричали, и пищали, но иногда спали, но снова кричали все эти дни тоже, да, ну а маленькие-то не так кричат, ну то мамашка рядом, маленькие-то они кричат постоянно, я ж помню, ну только когда сиську сосут, не кричат. Вот так вот, и поэтому по поводу эвтаназии, я вам что, вот то, что я сейчас рассказал, тоже по поводу теории, хоть этот ролик и животным посвящен, вот возьмите человека, то есть все, что я вам сейчас сказал, я бы поговорил бы и рассказал бы этому человеку, но идти дальше, оставив этот путь или не идти, это выбор лично каждого человека, я его, как это любит в ад посылать, никогда бы в ад не послал, это жизнь человека, пройти путь ему надо, потому что в Царстве Небесном попадают не по сдаванию какого-то экзамена у Бога, по Ветхому или Новому Завету, да, или сутром, или Корану, да, или каким-то религиозным обрядом, нет, это святость, человек, ему самому ее надо именно обрести, а она завоевывается кровью и потом, это тернистый и узкий путь, ношение креста, крестоношение, до конца своей жизни претерпеть надо, да, поэтому с человеком я бы поговорил так, с животным, к сожалению, так поговорить, как с человеком, нет возможности, и поэтому переходим теперь к животным, я не знаю как, я считаю, что в принципе, если ты, так скажем, сейчас тем более все это, я не знаю, как раньше это было, ну и раньше могли, наверное, чем-то накормить, я-то всегда был, полизал, да и все, дал ему, если это порошковый какой-то, мышьяк, уже всю жизнь, наверное, был, но от мышьяка, по-моему, ужасно умирает, я не знаю, короче, сейчас уж точно, говорим о современном мире, мы не живем в прошлом, ничего не знаем, нам какие-то только в истории сказки не рассказывают, может технологии были выше нашего, может нише нашего, мы знать не знаем, я о сегодняшнем не буду говорить, сейчас, конечно, это двухсекундный укол, практически безболезненный, сейчас эти уколчики все колятся на раз, два, три, вот, плохого в том, что животное будет в последний свой взор видеть любящие твои глаза, ты же делаешь это не на скотобуйне, будучи полным отморозком, забивая, это животное, кувалды в голову до смерти, нет, ну, не важно, ты привез там в медпул, в эти ветеринарные, где их там усыпляют, а может сам это, я могу и сам уколы колоть, и себе, всю жизнь сам колол, когда лечился, да, когда-нибудь, и поэтому, тут я считаю, что каждый должен решать сам, так как мы над животными, это как дети, то есть мы о них заботимся, бог так в раю и сказал, это часть заботы, просто вот и все, приобретают ли, потому что они такой опыт, через страдания и мучения, там, благословить Бога, не взорвтать и так далее, вряд ли, вряд ли, поэтому, особенно, если, допустим, действительно уже по старости, сильной старости, одно дело, я видел, конечно, там хозяева ходят, со старыми собачками, но она хоть идиот, да, может уже лежит, но она хотя бы не мучается, да, а если это жуткие мучения, изо дня в день, по-моему, вопрос он даже, знаете, когда это все рядом с тобой происходит, у любого человека, кто задает все вопросы об истине, они сразу к нему, приходят, потому что просто естественно, да, если ты все методы испробовала, а любящее сердце все испробует, там, медицину, если он в нее верит, народную медицину, ненародную, помолиться, попытаться самому ее исцелить, на и то, все мы когда-нибудь, все мы болеем, и все когда-нибудь умрем, это естественный процесс жизни нашей, для обучения нас, вот, поэтому в этом я считаю, что при жутких болях, вот все такое, все, ну, вы понимаете, когда любящее сердце, понимать, что она хочет, тут очень все просто, я, конечная цель моего действия, добро или благо, это очень важно понять, я же желаю этому животному добра, я сам не хочу, чтобы оно уходило, мне оно дорого, у многих животные, там, домашние члены семьи, вот, но он и не может смотреть на его страдания, он смотреть не может, а оно мучается, вы знаете, мне тоже многие сочувствовали в то время, конечно, я понимал, что все их сочувствие, оно никак мне не помогает, психологически чуть-чуть, и то как раз это между приступов, да, но в сам приступ, никто мне помочь не может, мне просто жутко плохо, мне плохо, я говорю, все, за уровень боли, за болевой порог перешло, все, караул, ничего не помогает, ни слова, ни прикосновения, хоть я там по головке гладит, да, за ручку держит, нет, все, ты-то это терпишь, а это ад, как еще боль о пистье, просто можно испытать, и я и пытаюсь это сделать словами, я и сам не могу обратно вернуться в эту шкуру, я и не хочу, и говорю, господи, не дай бог, назад туда, я, это невозможно выдержать, так что вот так вот, надеюсь, с этой, с этой автаназией, так называемой, действительно, по, по доброй причине, я против, знаете, тогда уж еще, сразу мысль пришла, вот есть эти какие-то отловы, там, отстрелы, вот это табу, это, это все античеловечно, собак там отлавливают и убивают, усыпляют, это неверно абсолютно, может это оставить на следующий какой-нибудь, ну или ладно, вот эти отловы все, все это якобы там популяции разрастаются, если это где-то там в лесах, в диких, как называют, да, это все чушь, это оправдание жестокости, скорее всего, это чем-то прикрыто, бог все сам регулирует, все эти размножения и так далее, какой уровень, это все отмазки, скорее всего, эти дикие так называемые животные, как они их называют, кому-то понадобились, их шкурки там, или еще, или кому-то пострелять особо захотелось, да, вот, так водки закончились, по поводу всех этих так называемых бродячих собак, так вы приютите их всех, разберите по домам, дайте объявление, убить-то проще всего, и вот, конечно, такие убийства, это караул, но это и не автоназия, почему говорю, вопрос не в тему, но я сразу хочу дам, чтобы уже лишних не было, тоже в этом ролике, действительно, раз все вспоминаю, что по ходу, пусть пока два ролика, уже будет по домашним животным, чем больше отвечу, тем меньше будущих вопросов будет, поэтому все вот эти отловы, действительно, живых душ, которые желают жить, не собираются умирать, тут вообще никакого вопроса не стоит, мы должны о них заботиться, взять их пригреть, обогреть, да, вот как я и говорил, пусть стерилизовать, но действительно, вот, не пихать их, не пинать, не палками в них кидать, они еще злее будут, наоборот, их надо любить, в каждом доме погладить, пусть они бегают на здоровье, они трогать не будут, побегай, покорми ее, вот именно, божественной пищей, они все будут есть, и гречку вперемешку с овощами, вот, покорми их, они дальше побегут, и никого тогда не кусать, они не будут злыми, потому что они чувствуют любовь человеческую, ну и по поводу второго вопроса абортирования, да, конечно, то есть получается, убийство этих новорожденных животных, ну что сказать, я уже сказал, то есть первое, это стерилизация, то есть если она будет, не нужно будет делать грех, и творить зло, убивая этих новорожденных животных, это если ты сам там веган, человек, познавший истину, любовь, как ты это будешь делать, так вот стерилизуй, я говорю, мало того, что никого не бери, ну все по кругу, я уже вам все это сказал, уже буду конкретно говорить, короче, этого бы не было, если уж это случилось, а получается, это случится, может не по многим причинам, либо это вот вы сегодня услышали мой ролик, а завтра у вас уже беременное домашнее животное, такое что же может быть, вот для таких, я говорю, конечно же, вы их не убивайте, последний приплод выращивайте, и на этом все, круг замыкается, добро пожаловать с начала ролика, что нужно делать, и все, это все не сложно, что тут такого, поэтому, конечно, ну просто мне, вот имени не знаю, автора вопроса второго, кто написал веганка, она, я дальше не стал вам показать нашу переписку, она сослалась тоже на одну веганку, что якобы она и там с пеной у рта доказывает, что такое вот убийство, так можно сказать, добровольное абортирование, это нормально даже, я тут нормального ничего не вижу, вот стерилизация, это нормально, мы должны как-то, иначе мы просто не вырвемся из этого, кругов, из этих кругов ада, по-другому просто нет варианта, вот, а так скажем, что абортирование само по себе, это хорошо, конечно нет, вот, это все просто надо прекратить, это все это одомашнивание, тут все одно за другой цепляется, потому что я говорю, у многих веганов, многие веганы, вот они веганы, домашних животных зовут, а я считаю, ты не веган тогда, ты сам не веган, ты не познал истину, потому что кто меня слушает, у многих, конечно, мозги открываются, они впервые, они и раньше, ну, потому что люди вообще ни о чем не думают, им почему-то надо всем слушать, Кузнецова, или еще кого-то, да вы сами поразмышляйте над вопросами жизни, которые у вас возникают, если вы стремитесь к совершенному, святости истине, если Бог чувствует призыв в своем сердце, и вообще жизнь ваша полна размышлений, раздумий над ней, над всеми вопросами Бог даст вам ответ, если вы будете задумываться, и конечная цель, вы понимаете, стать святым, а значит каждый мой поступок должен быть добрым, и конечная его цель, благо того объекта, к которому я проявляю любовь, посмотрите на домашних животных, это цепи, ошейники, замкнутые квартиры, помещения, клетки, ограждения, отсутствие социума, животные социальные существа, причем социальные они точно такие же, как мы с вами, какими бы ты животными окружен не был, ты хочешь общения с человеком, и какими бы человеками добрыми, хозяевами, господами, окружено не было животное, забота и любовь, и хочется общаться с такими же, как оно с животными, или с другими животными, потому что у животных другой уровень, даже кошка с собакой по-другому общаются, они-то могут и погладиться, и повылизывать друг друга, да, чего ты не будешь делать с собакой или с кошкой, да, мы этой шерстью просто задох, поперхнемся, а они спокойно все это делают, это очень важно, все эти животные вырваны из социума, из естественной среды обитания, многие из них стадные животные, им нужен даже ни один, ни два, не именно стадами, они от этого кайфуют, как и люди, в принципе, при этом, несмотря на то, что мы и поодиночке должны быть счастливы, и при этом создаем семью, как мини общинку, при этом хотим еще общинку, в которой много людей, и это большое общение, и в этом радости, так что вот так вот, поэтому веганам очень важно понять, что вот это вот правильное отношение, вообще тему с домашними животными, я надеюсь, уже в двух роликах я ее раскрыл, это очень важно, об этом надо прежде всего сотворить самому, да, и, ну, и учить других, это очень важно, тогда есть шанс, что мы это приведем в какое-то благо бытие, другого пути просто нету, я надеюсь, я ответил, на это у меня все, всем желаю познания истины и пребывания в этом, и делать мир вокруг вас чище, светлее и радостнее. Субтитры создавал DimaTorzok